всем привет друзья сегодня приготовим кабачки немного необычным способом но в итоге досмотрите до конца и увидите какая же это будет вкуснятина ну что ж для начала нам понадобится фарш любой по вашему желанию который у вас есть я сегодня буду готовить с куриным фаршем примерно 400 500 грамм в тарелку с фаршем добавляем одну чайную ложку хмели сунели одну чайную ложку сушеного молотого чеснока одну чайную ложку смеси разных перцев одну чайную ложку но без горки соли смотрите вот эти специи я добавил по своему вкусу конечно же вы можете их немножко изменить и добавить специи по вашему вкусу дальше фарш нужно будет обязательно добавить не одну небольшую морковку натертую на мелкой терке и обжаренную до готовности также заранее нужно будет нарезать на маленькие кубики и обжарить до золотистого цвета одну луковицу средних размеров ну а в самом конце нужно будет добавить чуть меньше нежели полный 200 граммовый стакан риса рис нужно будет хорошо промыть и он должен быть сырым ну а дальше друзья не стесняемся и берем вот так вот просто руками очень хорошо все перемешиваем поверьте обыкновенной ложкой очень хорошо все перемешать не получится готовый перемешанный фарш отставляем на несколько минут в сторонку ну а сами займемся подготовкой кабачков нам понадобится 23 вот таких вот небольших средних кабачка и берем терку для шинковки капусты видим я один нож удалил это для того чтобы было легче и аккуратнее нарезать нам кабачки вот такими вот небольшими полосками толщина каждой полоски должна быть примерно 2 3 миллиметра ну вот посмотрите вот такое количество полосок из кабачка у меня получилось теперь из всей этой кучки нужно отобрать хорошие красивые полоски а те что не кондиция как я называю нужно отложить в сторонку эти полоски можно будет просто обжарить на сковородке далее друзья берем по одной-две полоски укладываем таким образом чтобы толстая сторона была дальше от вас затем берем фарш который мы готовили в начале ролика одну полторы столовые ложки укладываем на каждую полоску и стараемся распределить примерно на две третьих полоски с тоншей стороны кабачка постарайтесь сделать так чтобы фарш распределился более менее равномерным слоем ну а дальше нам остается каждую полоску свернуть вот таким вот образом виде рулетика ну и посмотрите у вас должен получиться небольшой красивый равномерно нафаршированный вот такой вот рулетик если фаршу будет мало с каждого края можно будет добавить еще понемножку таким вот образом скручиваем полностью все полоски которые вы для себя приготовили ну вот примерно вот таким вот образом у вас должны будет получиться рулетики затем друзья берем неразъемную форму для выпечки если у вас нету такой формы все рулетики можно будет аккуратно сложить в любую кастрюльку ну и конечно же перекладываем все рулетики аккуратно форму друг другу так чтобы заполнилась полностью вся форма смотрите если у вас останется фарш как у меня во вторую форму я просто сделал шарики из фарша и вот так вот между рулетиками их уложил дальше друзья нам нужно сделать очень вкусную заливку для наших рулетиков из кабачков глубокую тарелку отправляем 3-4 столовые ложки томатной пасты либо же кетчупа 3 столовые ложки сметаны у меня сегодня покупная 20 процентной жирности сюда же добавляем 3 столовые ложки соевого соуса черный молотый перец добавляем по вкусу еще добавляем любые приправы я добавляю чайную ложку итальянских трав самом конце добавляем 150 200 миллилитров холодной воды и очень хорошо все перемешиваем до однородного состояния дальше друзья берем и заливаем полностью все кабачки вот этим соусом который мы приготовили кабачки нужно залить таким образом чтобы они были полностью покрытие вот этой жидкостью если первого замеса вам будет мало нужно будет приготовить еще одну порцию ну или хотя бы половину затем вот эти вот формочки отправляем в разогретую духовку до 200 градусов ровно на один час но за временем приготовления следите по своей духовке самое главное смотреть чтобы не оспарился полностью весь соус которым вы залили кабачки но в итоге друзья через час получается вот такая вот необычная красота подавать такие кабачки лучше всего когда они еще теплые укладываем на тарелку 2 3 вот таких вот рулетика наверх на рулетике поливаем еще немножко соусом который остался в форме я вас уверяю что ваши родные будут просить вас приготовить такие рулетики еще и еще ну что ж друзья на этом мне на сегодня все вот такой вот необычные очень вкусные сочные блюда из кабачков на сегодня у меня получилось пишите в комментариях на какое очень популярное блюдо это похоже если вы уже догадались мне будет интересно почитать ваше мнение ну а если вам понравилось как обычно поставьте лайк подпишитесь на канал если не понравилось пишите в комментариях что именно вам не понравилось ну а мы с вами встретимся как обычно в новых видео на канале аппетитная кухня всем пока всем до скорых встреч